Привет, ребята! Добро пожаловать на канал Ivy The Roar. Сегодня у нас рубрика образовательная, и смотрели мы видосик про скрим от канала Artmart Voice. Довольно интересный, познавательный видос. Очень много вопросов он нам оставил. Например, где скрим? Также обсудили расщепление нот, здоровье голоса и много других важных вещей, которые очень активно курсируют в ру-сегменте, или в СНГ даже сегменте, экстрим-вокального сообщества. Очень много напридумывали страшных вещей, которые в действительности не то чтобы часто встречаются. В любом случае, приятного просмотра. Надеюсь, видео будет для вас познавательным. Это запись со стрима. Напоминаю, что видео снимаются по желанию подписчиков, а не потому, что кого-то захотелось обкекать. Приятного просмотра. Не будем откладывать в долгий ящик. А, ну и конечно же, так как это был стрим, и если ты не хочешь пропускать стримы и не терять атмосферу стрима, ссылка есть в описании, в телеграм-канале стримы анонсируются. Также можно подписаться на Boosty. Эти видео выходят в раннем доступе там. Также там выходят видео и образовательные, и ранний доступ. Ну, в общем, все как мы любим. На этом все. Переходим к просмотру. Спасибо за внимание. Арт-март. Что-то там. Voice. Скрим. Расщепление высоких нот. Сейчас все как научимся. Как начнем скримить. Как большие мальчики. Поехали. Арт-март. Voice. Все правильно. Аплодисменты, музыка, что выключить субтитры. Друзья, всем привет. Меня зовут Артем. Если бы я искал каких-то советов и видео начиналось бы с этого, ну, наверное, промотал бы. Артем, вы на канале ArtMartVoice. Здесь продолжаем обсуждать вокал. И сегодня, как вы могли уже понять из названия, из превью картинки, и из того, что я только что делал, речь пойдет о скриме, о скриминге, о крикинге, об оринге, об орёвинге и даже об орувинге. Об оралинге, об аналинге и о фистинге. Все очень серьезно. Разберем основные аспекты, из чего звук состоит, опять же, как это было в предыдущем видео, касаемо грудных нот и их расщепления. Разберем основные ошибки, заблуждения и куда не стоит сворачивать, куда не стоит поворачивать, чтобы в целом с голосом все было хорошо. Чтобы в целом с голосом все было хорошо. Я понимаю, что это, скорее всего, природно, и голос так звучит просто, потому что он так звучит, но это забавно. На чём я основываюсь в любом случае экстрим-вокал так или иначе является чем-то, что до конца не структурировано. Кто-то пытается это упорядочить по одному, кто-то пытается упорядочить по другому. Какой-то базы, сравнимой по масштабу с эстрадным вокалом, с обучением, какой-то базы сравнимой уж тем более с академической, многовековой, её в экстрим-вокалле в принципе нет. По поводу базы согласен, как таковой нет, хотя есть более или менее структурированные знания, но как бы посмотрим, что он нам расскажет. Единственное, на что мы можем, если с умом подходить, ориентироваться, это на то, а вот вокалист, который вот так, допустим, делает, он спустя 10 лет там, как там у него дела, всё в порядке, живой, может ли он делать всё то, что он делал 5 лет назад, 10 лет назад и т.д. Как насчёт вокалиста, скажем, Scorpions, который пел-то правильно, и чистым голосом, даже не экстрим, и вот пел-пел-пел, а потом херак и операция на связках. Что, получается, неправильно пел? Нет. Вокалисты, которых мы можем сейчас услышать, ну, они давно все кричат, и у них у всех всё хорошо. Недавно ковырялись по поводу истории с ремонтом вокального аппарата разных вокалистов, про которых мы знаем, типа Кори Тейлор, вокалист Bullet from my Valentine, Оливер Сайкс и прочее. И вот реально операцию по ремонту своего голоса делал только вокалист буллетов, и то она ему понадобилась до того, как он вышел на сцену. Забавный факт. У остальных с голосами всё в порядке. Бывает такое, что за год человек меняется до неузнаваемости за пару лет, что ты слушаешь и думаешь, боже, что ж ты с собой делаешь. Бывает такое, что у человека всё отваливается буквально там на первом треке. А можно, пожалуйста, название групп мы хотя бы послушаем, про кого речь идёт, у кого там что отваливается? Может, у него сифилис был, нос отвалился? А может, это делает не совсем правильно. Вот, это всё, на самом деле, не так смешно, как я об этом рассказываю. У людей действительно проблемы случаются с голосом. Вот. Но это даёт понимание того, как делать, в принципе, не стоит. И, наверное, это главная польза, которую может принести любой известный пример вокалистам. Да? Вот. Также в лайвы. Разумеется, лайвы. Не то, что мы слушаем на записи. На записи там десять звукорежиссёров за всем этим сидят. Куча фильтров и дублина описано... Зачем десять звукорежиссёров? У кого сидело десять звукорежиссёров? Я знаю, что у больших именитых групп было, ну, там, два их. Ну, может быть, три, но что-то я такого не помню. По поводу ориентировки на запись, да, это неплохой, на самом деле, ориентир. Да, вживую, как на записи, ты не будешь звучать, ну, не получится звучать, как два голоса одновременно, например. Попробовать-то можно, но вряд ли получится. Ты не будешь звучать суперчисто ударно, по крайней мере, в своей записи. Вживую, кстати, это будет более весело смотреться. Наоборот, лучше пытаться повторить то, что сделано на записи, потому что в лайве некоторые вокалисты не делают того, что было на записи. Ну, алё. Один, поверх другого, я говорю про живой голос. И как он эволюционирует, как он апгрейдится либо деградирует с течением времени. Я понимаю, к чему речь, что, типа, если вокалист кричит неправильно, то в его лайвах будет это заметно и будет понятно, что техника этого вокалиста, ну, там, нездоровая. Штука вот в чём. Если вы будете учиться самостоятельно, с очень большой долей вероятности любая ваша техника будет нездоровой, хотя бы поначалу. Если вы учитесь там с хорошим преподавателем, скорее всего, вам дадут технику, которая будет звучать так же, но будет безопасно. Уже смотрели Скордавокс, Скордавокса видосы с ребятами, и там шла речь о том, что один и тот же звук может звучать, ну, как бы по-разному при одной и той же технике звукоизвлечения. Так в чём проблема? Мы можем взять нездоровую технику звукоизвлечения и звучать здорово, и всё будет хорошо. Вот, теперь, давайте начнём с основных заблуждений, которые присутствуют у людей, которые хотят скримить. Наверное, главным, главным заблуждением, которое присутствует, как у людей, которые умеют петь, реально умеют петь, хорошо, и хотят скримить. И у людей, которые не умеют петь, никогда не пели, но тоже хотят скримить. На самом деле, у них есть общее, что их объединяет, они оба не умеют скримить, и они пытаются перевести слово скриминг. Да, они его переводят как процесс крика, да, вот кричать. Глагол ту скрим, как угодно. Идея в чем ну смешно же. Ну прям очень же смешно было. Ну кричать. Окей? Окей. Включается в том, что люди думают о том, что вот у них есть их певческий голос, они поют, 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 и в какой-то определенный момент они значит должны переключиться, видимо, на какой-то другой режим и начать кричать. Да, все по-разному это делают. Кто-то там вот так пытается делать, кто-то пытается делать через прям Вот такие вот всякие звуки, ломается и голос, сверху настилается этот неприятный треск. Ничего хорошего в этом нет, какого-то плотного звука тоже нет. Все это дело разваливается очень быстро. Целая куча блэк-металлистов, про это расскажи. В итоге, если с гроулами это не так показательно, со скримами все становится максимально очевидно, что человек делает что-то не так, потому что у него отваливаются высокие ноты. Вот он поет, 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 и в какой-то момент у него происходит voice crack, так называемый голос ломается, и у него на какой-то там высокой ноте, где нужно ее тянуть, у него просто все раз, сломалось, он либо в сип ушел, либо в крик ушел, в общем, пытается как-то это дело уже скомпенсировать чем угодно, лишь бы не брать ту самую ноту. Самый популярный в этом случае вариант это микрофон в зал, мы все с этим хорошо знакомы. Что-то я сейчас немножко ход мысли потерял, либо я прослушал, в какой момент это происходит? Когда у него сел голос от неправильного кричания? Или что? Ну, наверное. Если касаться уже не заблуждений, а касаться самой технологии, из чего звук состоит, то многие после видео про грудное расщепление начали меня спрашивать, говорят, Артем, почему ты в видео сказал, что принцип такой же, как со скримами, это же молгроул, это совсем другой звук. В моем случае нет. Дело в том, что само ядро, само ядро звукоизвлечения, сам основной принцип, он не изменен. То есть у нас скрим состоит из трех главных компонентов. Первый – это голос. Голос может быть разный. Это может быть миксовая нота, это может быть головная. Если совсем высоко идешь, часто в дэдметале это используют, прям совсем головные ноты, там расщепление, когда сверху накладывается голосовую ноту, практически не слышно, из-за этого у людей складывается ощущение, что это не певческий никакой момент, что люди думают, что там вот прям... Это что за хуйня такая сейчас происходит? Это дэдметал времен группы Дэд? Да, есть скримы с тоновыми звуками, есть скримы бестоновые, когда гортань закрыта. То есть это мы можем слышать в очень большом количестве групп. Микстовый звук вмешать в скрим, ну, вы будете делать, как это было популярно, расщепленный микс, да? То есть вы будете делать драйв на миксте. Головную, типа фальцет, ну, окей, у этого тоже есть, в принципе, разные названия, но, вероятно, это будет получаться скрим-о, и это крик именно, да, в котором присутствует голосовая нота. Скрим обычный не подразумевает наличие там тонового звука. Обычный скрим. Но мы сейчас посмотрим, про что речь идет, потому что я что-то немножко потерялся в этой информации, если честно. Прям какой-то особый нужный звук издать, какую-то вот прям позицию какую-то принять, какой-то зажим, и вот в нем что-то делать. Нет. На самом деле, просто когда голос тонкий и очень высокий, головной, да, и к нему добавляется расщепление, там просто не слышно голосовую ноту для человека, который не особо знаком с экстрим-вокалом. Как это легко проверить? Да громкость. Банально. То есть человек, который скримит, используя голосовую ноту, которая никак там у него не задавлена, не пережата, не поломана, у него громкость не проваливается. Это вообще главный критерий в таком пении, да, вот именно что пении, не крики. Вот, у нас есть чистый голос. Да нет, не согласен тоже, как бы, как там еще раз было сформулировано? Может, я неправильно послушал? Я его вообще не понимаю, блядь. У меня не стыкуется то, о чем он говорит, с той информацией, которую он говорит. Какой-то вот прям позицию какую-то принять, какой-то зажим, и вот в нем что-то делать. Нет, на самом деле, просто когда голос тонкий и очень высокий, головной, да, и к нему добавляется расщепление, там просто не слышно голосовую ноту для человека, который не особо знаком с экстрим-вокалом. Как это легко проверить? Да громкость. Банально. То есть человек, который скримит, используя голосовую ноту, которая никак там у него не задавлена, не пережата, не поломана, у него громкость не проваливается. Это вообще главный критерий. То есть если мы не используем голосовую ноту, громкость будет проваливаться. Любопытно. То есть у нас есть, скажем, два варианта скрима. Один будет звучать так. Второй будет звучать так. Два типа звука. Они по-разному извлекаются немного. Я надеюсь, микрофон не забился. Внимание, вопрос. На каком из этих звуков провалилась громкость? И в каком из этих звуков был голос? В таком пении, да, вот именно что пении, не крики. Вот, у нас есть чистый голос, у нас есть микстовая, либо головная нотка. У нас есть расщепление, да, вот звук. Это что за расщепление? Ладно. Звук в верхней позиции, да. Так же, как ставится голос, так же ставится расщепление. То есть это готовый звук, должен быть, которым ты свободно оперируешь. Третье, это равномерный воздушный поток, который обязателен просто везде. Хорошо, тут согласен. Тут все понимаю, все классно. Воздушный поток должен быть ровным, иначе у вас будет неровный звук. Это вот прям прямая зависимость, с этим сложно поспорить. Это не сарказм, если что, я согласен. Пении в экстрим-вокале, чтобы у тебя стабильный вот этот вот рычащий звук был, тебе нужно, чтобы он не проваливался. Аналогия, да, у нас есть... Если мы перестанем туда равномерно воздушный поток подавать. Что у нас получится? Опять это р... Ну да, да, будет язык колебаться неправильно, если вы будете дышать неправильно. Но вы можете язык неправильно держать, а дышать ровно. Как бы, ну... В экстремальном вокале вообще это не так применяется. Такой поток воздуха просто можно, ну, в жопу свистнуть, и все. Экстрим-вокал, он на то и экстрим. Это как экстремальный драминг. Посмотрите интервью с Евгением Новиковым, кто еще не видел. Много полезного. То есть можно приравнять к спорту. Нагрузки большие. Голосовой аппарат работает на большой мощности. Если вы будете... Вот так вот выдыхать, когда делаете ростчеп, и, допустим, это в начале пути, то вы ничего не получите. Вы будете делать те звуки, которые он вначале показал, и удивляться, почему вот ничего не происходит. Поняли, да? Думаю, о чем я говорю. Поняли, да? Думаю, о чем я говорю. Вот, поэтому, резюмируя, у нас есть три составляющие. Поставленный голос, высокие ноты, которые ты берешь легко, свободно, с адекватной нагрузкой. У нас есть расщепление, которое также в верхней позиции у тебя свободно работает с адекватным уровнем напряжения. Максимально ослабленное, максимально маневренное, да? Максимально пластичное. Равномерный воздушный поток, да? Поставленное дыхание. Не ленимся ставить дыхание. Я в очередной раз об этом скажу, потому что это важно. То, как вы дышите, то, как вы вдыхаете, выдыхаете во время трека. Вам это не раз спасет именно жизнь, в момент пения, потому что бывает такое, что вы, не думая о том, как дышать и где дышать, просто... Я не могу сдержаться, чтобы не передать тебе привет! Чё, Санёк, понравился тебе тот кружочек? Я смотрю, на мемасы разобрали уже. Просто не попадаете в ритм, потому что вокалист где-то уже дышал, да, в каком-нибудь слоге, о котором ты и не подозревал. А потом начинается новая строчка, где он-то ждать не будет. А тебе нужно дышать, потому что ты до этого не вдохнул. Ну ладно, это уже совсем другая тема, которая касается пения, я её потом позже уже затрону в других видео. Это были три основные составляющие скрима, из чего всё состоит. Теперь же расскажу о ошибках, да, куда не стоит забредать. Такие красные линии, по-модному сказал сейчас, куда не стоит идти, именно в плане скрима. Первый момент, на который хочу обратить внимание, это... Так, подожди. Мы смотрим уже 9 почти минут видео скрима расщепления высоких нод. А где скрим? Или скрим точка, это типа скрим в начале видео. Овердрайв. Нам не нужно переходить в овердрайв. Овердрайвом называют вокаль разные вещи, опять же, терминология у всех разная. Я овердрайвом называю чрезмерное подсвяточное давление. Многие считают, к слову, что у нас расщепление в голос добавляется путём... Путём посещения Jam with Dungeon Masters! ...какого-то дополнительного. Таким образом, вы превышаете вот эту рабочую нагрузку, рабочий вес, с которым вы работаете в вокале. То есть вы идёте на... Поверх. Вот эти звуки, они вам добавляют чрезмерного напряжения, которые, к слову, вот если это, опять же, не так заметно на гроулах, это очень сильно заметно на скримах, отваливаются высокие ноты. У вас они просто начинают в какой-то момент пропадать. Су... Если он в какой-то момент просто подумал, мне больно, у меня не получается вот этот звук, и... Пошёл бы я... ...домой... ...то это не значит, что у всех так. Звуки типа... Ну, что там ещё можно изобразить? Это нормальные звуки, они не причиняют дискомфорта и никаким образом не ложатся на голосовые связки. Другое дело, если вы начинаете осваивать расщепление, ошибка в другом зачастую бывает. То есть когда делают звук один из тех, который он показал, и при этом пытаются пихать дальше голос. И то, если, ну, скажем так, вам повезло и ваш организм не дурачок, он перестроит позицию так, что она будет звучать плохо, но безвредно. Не всем повезло тут, согласен. То, о чем я говорил ранее. Вот. Второй момент, к которому не стоит прибегать, это кукоженье ноты. Какой кукож? Кукоженье ноты! Ебать! Не кукожьте ноту, пацаны! Вы матерям еще нужны! Когда вы пытаетесь не умея делать расщепление, каким-то образом скукожить ноту, которую вы поете, вместо того, чтобы делать и на нее расщепление накладывать, вы делаете Если вы будете накладывать расщепление на эту ноту, то боюсь, на такого рода ноту, то боюсь, что единственное вы сделаете, наложите в штаны Пытаюсь зацепить непонятно чем расщеп, потому что, ну, человек пока не умеет Вот, пытаюсь зацепить чем-то другим, явно не ложными связками Из-за этого нота кукожится, прям натурально кукожится И по ощущениям, это очень приятное ощущение на самом деле Я до видео пытался это повторить, до сих пор вот легкое вот это прям трущее, вот натирающее ощущение все еще сохранилось Когда ты прям прям в голосовую ноту, там очень много воздуха в этот момент продувается, да, лишнего воздуха А звук сам по себе не тот, которого человек хочет достичь Ну, значит, ты делал неправильный звук Покажи, мы посмотрим Какой звук был Кукожи, не скрижающиеся ноты Отличное название для альбома, бау Леха, с тебя пять тысяч И я могу это сравнить, вот аналогия замечательная Как мне кажется, с катанием на велосипеде, где ты в переднее колесо, пока сам едешь, начинаешь так аккуратно пытаться вставить палку Вот ты ее до конца пока туда вот между спицами не задвинул, но она уже касается И постоянно скребет, вот какой вот звук трели получается, да Что далее? Наверное, расскажу об основном принципе, да, он схож с тем, что у нас происходит на гроулах На гроулах основной скилловой части Я сейчас не говорю даже о том, что у нас должно быть поставлено там отдельно и голос, и расщепление Я говорю о том, как это между собой взаимодействует У нас одно не должно мешать другому Музыка мне нравится на фоне, я что-то заслушался, я его вообще слушать перестал, если честно Кажется, я не пропустил ничего важного Ошибку, у нас есть расщепление, допустим У нас есть голосовая нота И мы начинаем пытаться в нее вставить расщепление Вот сейчас покажу с ошибкой, как это может быть, да, когда у нас съестся вся громкость Да, все То есть мы не можем параллельно два процесса запустить А нам нужно именно это и сделать Чтобы они работали независимо друг от друга Именно независимое владение расщеплением, да, вот Ты выводишь отдельно звук расщепления, в котором отсутствует голосовая нота Ты его облегчаешь, да, у нас есть голос Голос мы тоже делаем максимально легким Этот момент, мы его подготавливаем к тому, что параллельно будет работать несколько процессов Если мы имеем в виду микс, там работает вообще три... У меня складывается ощущение, что для него скрим это вариация на тему драйва Просто-напросто, потому что то, что он описывает, это грамотные вещи в целом Разумные, справедливые, но для драйва Не для скрима И составляющих У нас там присутствуют обертона грудные, которые мы протащили У нас там присутствует головной вот этот звонкий, да, голос Звук уже достаточно плотный И мы еще в него добавляем звук расщепления То есть там нам нужно уже за тремя процессами следить Примерно как это будет выглядеть, да Мы идем Примерно так То есть мы три уже составляющих используем Это напоминает официанта, который пытается удержать поднос, да У него там куча блюд Но это не скрим Ты че меня бесишь, б***ь Вы зачем называете видосы так, как они не называются, херот И нам нужно за всем следить Это прям настоящая конструкция, которую нам нужно наработать Которую нам невозможно сходу взять и вот так вот раз по щелчку пальцев сделать Ко мне много приходит человек, который говорит Артем, научи там скримить, гроулить, научи харш, научи драйв Я говорю, хорошо, замечательно Если ты готов заниматься, если ты готов потратить на это время Свои часы, да Пока ты будешь этим заниматься не только вместе со мной, но и дома Выполнять домашние задания Я, кстати, сам вокал преподаю Можно по ссылочке перейти Сейчас будет записаться на занятие, если кого интересует Вот, говорю, хорошо, если ты готов Потому что у многих ошибочное восприятие Они думают, что они сейчас придут Услышат от меня какой-то лайфхак Да, то есть они заплатили деньги за услугу Они думают, сейчас вот я им в голову загружу информацию Как вот в матрице И они спустя там 60 минут Урок идет, да, 60 минут Они просто научатся скримить сразу Нет, ну это так не работает Банально Я думал, любой человек, который, ну, адекватный Имеет ожидания И просто готов, вот как с тренером в качалке, да Регулярно ходить, выполнять правильные упражнения Правильно выполнять упражнения Что важно, да Он добьется результата Иначе, ну, можно там попробовать пару раз У тебя ничего не получится Забить, как бы, и сказать Ну и ладно, как бы, ну его Буду Ну будут всегда такие люди Кто-то приходит попробовать Да, они там, может быть, даже Отдают себе отчет Что надо будет пахать Надо будет где-то кричать Пробуют там раз, два И такие, ну, не мое Не нравится Думал, понравится Вот и все Всегда будут такие люди Не надо им отказывать В праве на пробу Себя в этом направлении Чистые вокалисты всякие С гнесинок, бывает, приходят Такие, хочу драйв Такое, ну, сначала придется Научиться рычать, в принципе Хоть как-то Такие, хорошо Пробуют одно, второе занятие Третье там Потом, ну Времени нет Не могу сейчас Да и вообще, походу, не мое Не знаю, где пригодится Я пошел петь по кабакам Ну, как бы, вот так Бывает Ничего страшного Кричать там, как раньше кричал Много таких людей тоже было На самом деле, выбор каждого Вот На этом, наверное, все Что касается скрима Подписывайтесь в группу в кан... Это не скрим! Это был не скрим! Такте На ютуб-канал Это мы вырежем Мне по-прежнему приятно Мотивировать будут новые видео создавать Немного скажу про формат Шортс и ВК-клипы Туда Я ранее выкладывал там Коротенькие видео были Вопрос-ответ Думаю, восстановить эту рубрику Буду коротенькие ответы В формате, опять же, да-нет С кратким пояснением Делать ответы на ваши вопросы Которые не требуют Развернутого видео Да, и не требуют Объяснения тет-а-тет В формате живого урока Вот Их буду размещать Параллельно Разбавляя Какими-то своими коверами Можете смотреть Возможно, что-то интересное Для себя там подчеркнете Все Увидимся с вами В следующих видео Всем пока Вот такой вот Познавательный видосик